Спонсор программы «Время новостей» Сочи – многопрофильная клиника «Зельцер Мед». Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. В первые выходные ноября в Центральном и Хостинском районах будет ограничено движение автотранспорта в связи с проведением Сочи-марафона. Площадь Зимнего театра закрыли для транспорта заранее с 27 октября в связи с подготовкой к забегу. В воскресенье 3 ноября с 4 утра до 13 массовый забег пройдет по маршруту от Театральной по Аджиникидзе к курортному проспекту до Виноградной в прямом и обратном направлениях. Схема общественного транспорта также изменится на время проведения Сочи-марафона. Подробная информация размещена на официальном сайте администрации sochi.ru. 4 ноября в стране отмечают День народного единства. В России его начали праздновать сравнительно недавно, с 2005 года. Но корни его уходят глубоко в историю. Сочи всегда был и остается многонациональным городом. И День единства для жителей курорта очень символичен. В этом убедилась Валерия Асача. Традиции бережно хранят стены музея истории города Сочи. Именно здесь можно увидеть, как складывалась жизнь курорта и его национальный состав два столетия назад. Наша экспозиция посвящена переселенческому движению со второй половины 19 века. Это очень значимая часть истории нашего города, так как именно в этот период, в 1860-е годы, складывается совершенно иной национальный состав и этническая карта Черноморского побережья Сочинского региона полностью меняется. До прихода переселенцев коренными жителями региона были абхазы, адыги-шабсуги и другие родственные народы. Их потомки сейчас живут в Сочи. Нередко адыгов-шабсугов называют хранителями при Черноморье. Музей истории города сохранился и их национальный костюм. Сегодня в Сочи живут представители более 126 национальностей. Каждая община сохраняет свою культуру и традиции. Большая часть населения нашего города в процентном соотношении – это русские. Далее – армяне, грузины, греки, шабсуги. В Сочи День народного единства всегда отмечают ярко, музыкально и творчески. В этом году администрации города подготовлено более 50 крупных мероприятий, посвященных празднику. На площади флага, на основной площади города Сочи будет проходить фестиваль-выставка национальных общин, где можно будет ознакомиться с бытом, культурой, национальными особенностями, предметами одежды, национальной кухни. На сцене будут выступать национальные творческие коллективы, причем будет представлено порядка 15 общин крупных города Сочи. Очень важно сегодня сохранять межнациональное и межконфессиональное согласие. Общины, находящиеся на территории города, делают все возможное, чтобы в Сочи царили мир, спокойствие, толерантность и согласие. Валерия Асача, Дмитрий Петри, Арарат Базинян, Никита Агапов. Время новостей. Наказы жителей микрорайона «Голубые дали» Адлерского внутригородского района курорта выполнены в полном объеме. Об этом сообщила депутат городского собрания Сочи Елена Дорогинина в ходе проверки построенной детской площадки на одноименной улице. Вместе с народным избранником была и наша съемочная группа. Депутат городского собрания Сочи Елена Дорогинина родилась и выросла в микрорайоне «Голубые дали». В ее детстве никаких обустроенных мест для развлечений не было. Поэтому все проблемы жителей микрорайона она знает не понаслышке. В 2023 году обратились жители «Голубых далей» с просьбой установить новую детскую площадку. Мы нашли место под нее. И на 2024 год она уже стояла в наказах. За месяц-полтора выполнили данный наказ. Жители довольны. Наказы на 2024 год выполнены в полном объеме. Установлены две площадки на «Голубых дали», установлены площадки в селах. В планах на следующий год установить в микрорайоне еще две детские площадки. Местные жители рады обновлениям, которых они так долго ждали. Детскую площадку мы в течение 5 лет, я и мамочки из нашего дома добивали, чтобы нам сделали детскую площадку. Обращались в администрацию, в Адельскую, в Сочинскую администрацию. Нам ничего не делали. Округа большая, все абсолютно мамы с детьми здесь находятся на нашей территории, потому что вокруг тоже нет площадок. Ну, так как, улучшили, стало, конечно, детям лучше. Мне очень нравится, потому что здесь играют мои внуки. У меня два внука. Ну, все довольны. Хорошо, спасибо большое. Мы благодарим. Мы обратились к депутату Елену Дорогинину. Они нам сделали. Очень хорошо, мы благодарны. Так как, вон, дети гуляют, прыгают. Что делаешь на этой качеле? Нравится она тебе? Вот эта? Да. Ну да, мне все качели нравятся. Всегда на всех качаются. Депутат городского собрания Сочи Елена Дорогинина один-два раза в месяц проводит личный прием граждан. Он проходит в помещении ТОС, Голубые дали. Ближайшая встреча запланирована на 8 ноября 2024 года. Роман Нощенко, Дмитрий Петри. Время новостей. Ботанический сад с редкими растениями и теплицей открылся во дворе школы номер 49. Все это появилось благодаря победе ее старшеклассников в конкурсе. Наградой стал миллион рублей. Эти деньги и пошли на обустройство сада. Это старейшая школа Адлера. Основана она в 1938 году. До последнего времени во дворе были старые пристройки. Но сейчас его просто не узнать. Все облагорожено, обустроено и, конечно, появился ботанический сад. И все это благодаря именно конкурсу инициативного бюджетирования. Проект администрации Сочи работает два года. За это время из местного бюджета для воплощения детских идей выделено 28 миллионов рублей. После того, как у нас выбраны из двух-трех проектов от каждой школы по одному победителю, у нас проводится очная защита этих проектов. Дети сами представляют проекты, рассказывают, для чего проект. Представляют смету проекта. И комиссия уже решает, выбирает победителей. Во дворе школы и так было немало деревьев. А благодаря конкурсу их коллекция пополнилась. Территорию расчистили. На ней теперь скамейки, газоны и катки с растениями. Появилась веранда с тематической композицией. Стены расписали сами школьники. Так что это действительно общее дело. Каждый год мы принимаем участие в школьном инициативном бюджетировании с момента открытия этого проекта. Проектов на самом деле в школе достаточно много. Ребята интересуются наукой, ребята интересуются развитием своей школы. Ботанический сад – это не просто приятное место для отдыха, но и научная лаборатория. В теплице, например, ставятся опыты. Есть в школе и свой уже вполне авторитетный эксперт – девятиклассник Денис Ткач. Он провел несколько исследований, замеченных его старшими коллегами-учеными. Благодаря ему, как говорят педагоги, и другие школьники увлеклись биологией. Так что и за новым розарием ухаживают со знанием дела. Объединил детей и подростков и экологический квест. Он прошел в честь открытия ботанического сада. 49-я школа будет и дальше участвовать в конкурсе инициативного бюджетирования. Уже есть несколько новых проектов. Дальнейшее обустройство двора, обновление актового зала и модернизация библиотеки. В магазине на улице Рост Центрального района Сочи участковые изъяли СНЮС – жевательный табак, продажа которого запрещена в нашей стране. В отношении 45-летнего индивидуального предпринимателя, допустившего правонарушение, составили административный протокол. 49 банок табачной продукции изъяли и поместили на склад. О других происшествиях расскажем в сводке ЧП. В Сочи столкнулись две иномарки. Авария произошла 1 ноября на федеральной трассе Джубка-Сочи в районе санатория Симашка. По данным сотрудников ДПС, водитель автомобиля Ниссан не справился с управлением. Выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Черри. Виновника ДТП увезла скорая помощь. На трассе Вадлере у эвакуатора, который вез автомобиль на штрафстоянку, внезапно отвалились два колеса. Этот момент попал в объектив видеорегистратора попутной машины. Колеса не задели проезжающие мимо автомобили, обошлось без пострадавших. На улице Обширонской в микрорайоне Кудепса Хостинского района города Сочи горел автомобиль. Очевидцы сообщили, что пламя начало вырываться из моторного отсека припаркованного автомобиля. Прибывшие на место пожарные оперативно потушили огонь. Однако транспортное средство необратимо повреждено и восстановлению не подлежит. Во второй части нашего выпуска мы расскажем о некоторых темах более подробно. Самые яркие фрагменты городских событий вы увидите в материалах корреспондентов Сочи-24. Вечная классика. Фестиваль русской музыки и слова пройдет в Сочи, что войдет в концертную программу. Преображение легенды. На церемонию открытия летнего театра в парке имени Фрунзе пригласили около 300 человек. Чем удивляли гостей? Впереди короткая реклама, она пройдет быстро. Оставайтесь с нами. Зельцер Мед. Клиника, решающая вопросы опорно-двигательного аппарата, комплексная. Невролог, падиатор и травматолог всегда на страже вашего здоровья. За здоровьем в Зельцер Мед. Запишитесь на прием уже сегодня. Подробнее на сайте zelcerclinica.ru Профессиональная диагностика и лечение женских проблем. Клиника УРОПРО. Автальмоцентр Коновалова, Сочи. Весь спектр автальмологической помощи на мировом уровне. Диагностическое, хирургическое и детское отделение. Удаление катаракты по фиксированной цене. Лазерная коррекция зрения. Оперирует и консультирует профессор Коновалов. Лечим геморрой любой степени сложности. Клиника УРОПРО. 300-04-79. Рекламное агентство «Макс Медиа». Делаем рекламу, которая работает. Комплексно. Выгодно. Профессионально. Рекламное агентство «Макс Медиа». Спонсор программы «Время новостей» Сочи – «Открытый институт». Приглашаем на обучение, а также по ускоренной программе с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление в любое время года. Свободный график обучения. Всего 5000 рублей в месяц. Наш сайт openvus.org В центре Сочи благоустраивают Октябрьские и Пролетарские скверы. Мэр Андрей Прошунин проверил, как идут работы, пообщался с теми, кто отвечает за процесс и узнал мнение местных жителей. Работы идут на улицах Кооперативной и Бойково одновременно. В Пролетарском сквере появится сад азалий и рододендронов. В Октябрьском – голубые гортензии. Всего высадят около 140 тысяч растений. Главное внимание уделят фонтану и памятнику в виде якоря. В сквере Октябрьском у нас проводится реконструкция фонтана. Благоустройство формы он не меняет. Полностью меняется внутрянка. Будут новые форсунки, будет новый напор воды. Здесь у нас проходит замена брусчатки, замена парковой мебели на более современное озеленение. В Октябрьском сквере солнечно, поэтому здесь, ко всему прочему, установят автополив. Это значительно облегчит работу озеленений. Вообще обновить скверы предложили сами сочинцы. И в октябре специалисты приступили к работе. Для горожан эти места одни из любимых. Это скверы – любимое место отдыха многих жителей. Поэтому особо, ну как сказать, приятно, что занялись этим вопросом. И реконструкция происходит этого фонтана. Завершить обустройство скверов планируют к 30 ноября. Глава города Андрей Прошунин уверен, что День Конституции России, который отмечается 12 декабря, сочинцы отметят в том числе в уже в обновленных скверах. Я думаю, любое благоустройство города Сочи, оно только на плюс. Я не сомневался, что жители поддержат. Теперь наша задача его выполнить в сроках, мы договорились. И под контролем жителей? До 12 декабря. А День Конституции попробуем его открыть. Еще мэр побывал в сквере напротив морского порта. Власти Сочи пообещали вернуть его городу. Сейчас сквер кооперативный находится в аренде. Позже его тоже хотят обновить. Выставки, концерты и спектакли. Жители и гостей Сочи радуют многообразие творческих программ курорта. Может ли южная столица побороться за право стать столицей культурной? Обсуждали на заседании сочинского делового клуба. И вот фрагмент программы. Симфонический оркестр много лет существует в нашем городе. Когда-то было и два, и три оркестра. Мы могли похвастаться даже этим. Но также есть ситуации, которые мы пытаемся исправить. Симфонический оркестр обязан быть в городе, потому что это большая история. И это показатель профессиональной культуры города. Сейчас достаточно сложное время у него. Он не разваливается. Он не ликвидируется. Есть костяк, скажем так, камерный состав симфонического оркестра. Дирижер. Дирижер, причем очень известный в городе, Олег Солдатов. Он много лет работал в городе. Он является лауреатом премии правительства Российской Федерации. Родился в городе Сочи. Поэтому такие сочинские корни у нашего оркестра. И на сегодняшний день он выступает. Концерты ежемесячно проходят как в зале органной камерной музыки, так и в наших домах культуры совершенно бесплатно для сочинцев. Полную версию программы смотрите сразу после выпуска новостей. А мы продолжаем. Совсем скоро стартует четвертый фестиваль русской музыки. И слово в городе Сочи. Это уже традиционное событие, на котором соберутся не только музыканты сочинской филармонии, но и гости из Москвы. Что войдет в концертную программу, узнала наша съемочная группа. На протяжении четырех дней в зале органной камерной музыки и в Зимнем театре именитые артисты и коллективы откроют для слушателей всю необыкновенную по своей красоте и наполнению гамму русской музыки. Представят шедевры великих русских композиторов. Четвертый фестиваль. За это время, конечно, было очень много интересных артистов, солистов, коллективов. Но главное, и в этом году это показатель, главное для фестиваля мы объединяем все ресурсы, культуры города Сочи. Сочинская камерная филармония в этом фестивале объединила сочинский симфонический оркестр, оркестр русских народных инструментов, солисты и, конечно же, приглашенные московские артисты. В программе концерта прозвучат великие творения. Глинки у вертюра к опере Руслана Людмила, Чайковского фортепианный концерт номер один и Рахманинова симфония номер один, которая прозвучит в Сочи впервые. Такие фестивали открывают новые возможности для каждого музыканта, считает заслуженный артист России Владимир Шохов. Фестиваль открывает, так скажем, новые страницы. Например, мне доверено сыграть музыку Сергея Сергеевича Прокофьева, сонату с московским пианистом, с которым мы будем выступать первый раз с этой сонатой, и это будет, так скажем, премьера. Вы знаете, для музыканта не важна сложность произведения, а важна возможность высказаться, донести свою мысль. Волнительные чувства испытывают все музыканты. Александр Осминин признается, для него этот фестиваль особенный. Для меня это впервые вот такое участие в фестивале русской музыки, вот такого масштаба и такого объема программы, это такого количества музыки, всех возможных стилей, эпох и жанров. Количество произведений огромное. Конечно, первый концерт Чайковского – это самое большое счастье для любого пианиста. Концертная программа длится около двух часов. Зрители старше шести лет могут посетить главное культурное событие осени с 4 по 7 ноября. Юлия Жукова, Дмитрий Петри. Время новостей. Новая программа «Сочи. Тайм. Утро» стартует 4 ноября на телеканале «Сочи-24» и «Сочи.Лайф». Как разрабатывался проект, кто в нем участвовал и что об этом думают зрители, узнала моя коллега Юлия Жукова. Мы вступаем в новый сезон с новым проектом. Телеканал «Сочи-24» представит уникальную программу, в которой эксперты покажут, как утро начинать правильно. В программе вы услышите советы опытных врачей клиники «Зельцер-Мед». Мы сотрудники многопрофильной клиники «Зельцер-Мед» не могли пройти и не принять участие в этой программе. Мы заинтересованы, чтобы жители города Сочи и гости нашего курорта были здоровы. Мы вам дадим дельные медицинские советы этим радостным сочинским солнечным утром. И вы проведете благотворно свою жизнь вместе с программой «Сочи. Тайм. Утро». На телеканале «Сочи-24» и «Сочи.Лайф» мы ждем вас в 7.00. Если вы проспали, не беда. Вы можете посмотреть повтор программы на телеканале «Сочи-24» в 9 и 12.30 утра, а «Сочи.Лайф» в 9.30 и 11.30 утра. Проект будет интересен как жителям города Сочи, так и его гостям. Мы постарались сделать на нашем туристическом телеканале этот проект, потому что каждый, кто приезжает в Сочи, он наслаждается видами на нашем канале и присоединяется к нашему здоровому и полезному утру. Кроме того, в нашей программе будет информация, где можно полезный завтрак не только приготовить самому, но и отведать его в ресторане. О том, как приготовить не только вкусный, но и полезный завтрак, знает наш эксперт Юлия Акимаева. Нутрициолог поможет составить сбалансированное питание на любой вкус и кошелек. Как у многих сочинцев, мое утро начинается с кофе. Но сегодня такой заряд бодрости обходится в копеечку. Но теперь это в прошлом. Благодаря передаче «Сочи.Лайф» мутро, мое утро будет начинаться с зарядки. А присоединятся ли ко мне жители и гости города, мы узнаем прямо сейчас. Скажите, пожалуйста, вы делаете с утра зарядку? Да, я обычно избегаю эту процедуру. Я хожу в зал заниматься там и разминаюсь. А если бы вы увидели на телевидении программу «Сутренняя зарядка», вы бы присоединились? Это сэкономило бы мне кучу денег. Да, конечно. Обязательно. Непременно. Я вообще в молодости любила активный образ жизни. Очень даже хорошо, конечно. Детей своих я как бы научкиваю, что вот посмотрите, вот зарядка, это хорошо. И то есть если бы по телевизору мы бы увидели какую-то такую передачу про зарядку, я бы, наверное, им сказала, давайте-ка позанимайтесь тоже. С удовольствием присоединился бы. Сразу начал прыгать, скакать, радоваться. С приведением удовольствием однозначно присоединился, особенно если будет крутой коуч, тренер и так далее. Премьера проекта состоится 4 ноября в 7.00 на телеканале «Сочи-24» и «Сочи-Лайв». Присоединяйся к «Сочи-Тайм-Утро», получи заряд бодрости и позитива. Юлия Жукова, Никита Агапов. Время новостей. В Сочи после реконструкции открылась одна из архитектурных достопримечательностей курорта «Летний театр». Восстановительные работы длились два года. Теперь за вместимостью тысяч человек сможет принять гостей и в зимний период. Новый облик легендарного театра увидела и съемочная группа «Сочи-24». На церемонию открытия «Летнего театра» в парке имени Фрунзе пригласили около 300 человек. Для гостей подготовили концерт классической музыки и лазерное световое шоу. У нас небольшой, но очень дружный коллектив. Я во главе, и, следовательно, ребята все профессионалы. Для нас это уже не первое мероприятие подобного масштаба. Поэтому я надеюсь, что все получилось так, как мы рассчитывали. Сегодня мы это увидим, и я думаю, вы тоже сможете полюбоваться этим. При реконструкции «Летнего театра» строители восстановили внутреннюю отделку зала, фасад, крышу и провели полное техническое переоснащение. Теперь зал театра готов стать площадкой для проведения мероприятий любой сложности. Мы очень аккуратно подошли к историческому наследию. Мы все сохранили, восстановили все архитектурные элементы. При этом нам удалось сделать его круглогодичным, не нарушая его внешний облик, и наполнить его новыми техническими новинками. Туристы и горожане смогут посетить летний во время новогодних каникул. Для зрителей готовят специальную развлекательную программу. Для Сочи восстановление театра – настоящее событие в культурной жизни города. Мне кажется, что сам факт существования и возрождения этого театра как площадки, я слышал, что он там долго не работал. Это как знак того, что вот есть люди, которые пытаются и делают, что значит пытаются, это большое дело, делают так, чтобы жизнь стала лучше. Летний театр был построен в 1937 году по проекту архитектора Василия Королевца. В зале удивительная акустика, которую удалось сохранить после реконструкции. На восстановление уникального памятника архитектуры потребовалось два года. Валерия Асачия, Юлия Жукова, Арарат Базинян. Время новостей. В Сочи прогнозируют смерчи над морем. По сообщению синоптиков, утром 2 ноября и в течение 3-4 ноября на участке Магри-Веселой имеется опасность в формировании смерчей. По поручению главы Сочи Андрея Прошунина, городские службы работают в усиленном режиме. Также сочинский гидромедцентр предупредил о приближающемся усилении ветра в Сочи и в Сириусе 3 ноября. Ожидается порывы ветра до 15-20 метров в секунду. При этом с утра и до вечера прогнозируется волнение моря до 4 баллов, а высота волн будет достигать 2 метров. А на этом у меня все. Я вам желаю всего доброго. А самые актуальные новости курорта вы найдете в нашем Телеграме, канале Сочи 24 ТВ и на странице ВКонтакте. Связаться с нами можно через мессенджер WhatsApp, номер на вашем экране. Смотрите далее выпуск мировых новостей, прогноз погоды и киноафишу. Грязь и разрушение оставили после себя смертоносные наводнения в Испанской Валенсии. Жертв уже более 150. Сколько людей пропало без вести, власти не сообщают. Но министр обороны Испании сказала, что число погибших увеличится. В городе Торренте потоком воды разрушила мост. «Ужасно. Обычно здесь прекрасный вид. Этот мост был красивым. Это было древнее строение. А теперь ничего не осталось». Это наводнение уже называют самым смертоносным за последние 30 лет. Масштаб разрушений еще предстоит оценить. «Я никогда не видел ничего подобного. Никогда. Река выходила из берегов. Но чтобы так, затопив даже Пайпорту, Пеканию, Торренте и Черевелью, я такого еще не видел». Потоки воды и грязи разрушили или повредили дороги и автомагистраль. Тысячи домов остались без электричества. В некоторых пострадавших городах нет мобильной связи и интернета. Появились проблемы с чистой питьевой водой. Многие водители были вынуждены бросить свои автомобили и грузовики и поселиться во временных убежищах. Тем временем спасатели продолжают помогать терпящим бедствия. Провинции Аликанты за четыре разведывательных полета спасли 20 человек, включая молодую женщину с годовалым ребенком. Между тем, метеорологи выпустили новое штормовое предупреждение для Северной области Валенсии. Премьер-министр Педро Санчес говорит, что не оставит людей без помощи. Сейчас в стране действует трехдневный траур. А европейский парламент приспустил флаги Испании и Евросоюза рядом со своими штаб-квартирами в Страсбурге и Брюсселе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что спутники программы «Коперник» помогают координировать спасательные работы в Испании. Семь человек погибли на севере Израиля в результате двух ракетных атак Хезбаллы за один день. Это стало самым смертоносным ударом ливанской группировки за последние месяцы. Пять человек погибли рядом с городом Митула, в их числе и израильский фермер и четверо рабочих из Таиланда. Ещё один таяц получил ранение. Второй удар пришёлся по Кибуцу-Афек. Там погибли два человека, один получил ранение. В свою очередь, ливанские власти сообщили, что авиаудары Израиля убили шесть медицинских работников на юге Ливана. Смертоносная атака Хезбаллы произошла в то время, когда посланники США прибыли в Израиль, чтобы добиться перемирия между сторонами. Известно, что речь идёт о 60-дневном прекращении огня. За этот срок ливанское движение должно отвести боевиков от южной границы Ливана. Премьер-министр Бенимин Нетаньяху сказал посланникам, что ключевые условия для перемирия – это возможность Израиля противостоять атакам Хезбаллы и возвращении израильских переселенцев на север страны. В то же время исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджик Микати заявил, что надеется на прекращение огня в ближайшие часы или дни. Движение Хезбалла наносит удары по северным приграничным территориям Израиля с октября прошлого года. За это время погибло более 50 военных и мирных жителей. Также более 60 тысяч израильтян были вынуждены покинуть свои дома. Примерно месяц назад Израиль начал наземную операцию против движения в Ливане, а также стал активнее наносить ракетные удары по инфраструктуре Хезбаллы в южном пригороде Бейрута. Бывший президент Дональд Трамп затронул тему миграции во время митинга в Неваде всего за несколько дней до так называемого «супер-вторника». Трамп сказал своим сторонникам, что США стали оккупированной страной и что 5 ноября будет днём освобождения. «Через нашу открытую границу Камала Харрис также активно помогает проходить самым опасным торговцам людьми, контрабандистам детей, наркоторговцам и самым жестоким преступным бандам на планете». Кандидат от республиканской партии сослался на историю Николаса Квеца, молодого ветерана Корпуса морской пехоты США. Недавно его убили в Мексике, предположительно, члены наркокартеля. Его родственники присутствовали на мероприятии, и Трамп пригласил их на сцену. Этот митинг прошёл в одном из семи колеблющихся штатов, число которых также входят Аризона, Джорджия, Северная Каролина, Висконсин, Пенсильвания и Мичиган. Сейчас оба кандидата отправились с предвыборными кампаниями на юго-запад США, чтобы привлечь на свою сторону испаноязычных избирателей. Тем временем кандидат в президенты от демократической партии Камала Харрис предупредила сторонников на митинге в Финиксе, штат Аризона, что республиканец Дональд Трамп и его союзники в случае победы сократят Обамакэр и другие программы здравоохранения. «У него есть влиятельный друг в Конгрессе, спикер Палаты представителей, который недавно сказал, что если Трамп победит, то, цитирую, никакого Обамакэр». В ответ Трамп на своей платформе TrueSocial написал, что он никогда не хотел избавляться от программы. Как показывают опросы, сейчас Харрис и Трамп идут плечом к плечу. Предполагается, что исход президентских выборов в США вероятно будет решён в семи спорных штатах. Аргентинские учёные обнаружили старейшую в мире окаменелость головастика. Предполагается, что он жил десятки миллионов лет назад одновременно с динозаврами. «Это невероятная находка, потому что это самый древний головастик в мире среди ранее обнаруженных. Возраст окаменелости составляет от 141 миллиона до 146 миллионов лет. Она относится к средней юре. Поэтому мы можем сказать, что этот головастик жил рядом с динозаврами». Находку сделали в аргентинском регионе Патагония во время раскопок динозавров. Исследователи говорят, что останки головастика прекрасно сохранились. И это большая редкость, поскольку их мягкие тела очень редко переходили в форму окаменелости. «Эта находка важна не только своей древностью, но и своими характеристиками. У него сохранились белые ткани, такие как нервы и глаза. Кроме того, сохранился хрящевой скелет, под держивающий жабры головастика. Это очень важно, потому что это позволяет нам узнать о рационе и образе жизни этих организмов». Исследователи говорят, что это был гигантский головастик. Длина взрослой особи составляла 15 сантиметров, включая хвост. Окаменелость принадлежит к виду, который был предком современных бесхвостых амфибий. В этот отряд входят лягушки и жабы. Учёные надеются, что находка позволит им больше узнать о развитии класса земноводных в процессе длительной истории. Результаты исследования опубликовали в журнале Nature. Оранжевые тыквы с забавными гримасами добавили ярких ощущений азиатским львам в лондонском зоопарке. В первую очередь, это развлечение для семимесячных мали, сияни и шанти, которые ещё ни разу не отмечали Хэллоуин. А их мама Ария и папа Пхану просто наблюдают за игрой. Смотрители говорят, что такая забава важна для львят. Они учатся прыгать, атаковать жертву и переворачивать предметы. Чтобы тыквы больше привлекали, их посыпают приправами. Львяты играют и хорошо проводят время, но игра это обучение жизненно важным навыкам. Мали и сияни – самцы, а шанти – самка. Характеры у львят разные. Хэллоуин отмечают и другие питомцы зоопарка. Три яркие тыквы получили сурикаты Фрэнк, Пенни и Дракула. И хотя угощение есть для каждого, чужая тыква порой кажется вкуснее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин 24 приглашает кинолюбителей к просмотру художественного фильма «Война – остаться человеком». Четыре истории о войне, снятых молодыми кинематографистами, где главным вопросом для авторов является нравственный выбор. Можно ли остаться человеком в нечеловеческих обстоятельствах? Смогут ли они найти ответ на этот вопрос? Зрители увидят, посмотрев художественный фильм «Война – остаться человеком» на телеканале «Сочи-24» в воскресенье 3 ноября в 21.00. Приятного просмотра!